Переодеваются в средства индивидуальной защиты и на личном автомобиле разводят лекарства для больных ковидом. Свободно от работы в Риме. Сейчас в Вилючинске 12 добровольцев. Это люди разных профессий. Их объединяет неравнодушие к чужим проблемам, рассказывает куратор волонтерского штаба «Единой России» Василий Шевцов. Количество волонтеров увеличилось. В принципе, значимость мероприятия все понимают и ответственность. Поэтому здесь, будем говорить, нравственная сторона есть. Будем говорить, да, участие депутатов, членов молодежного парламента и просто граждан в этом мероприятии. Ежедневно волонтеры объезжают до 25 адресов. Причем работают по всему Вилючинску и микрорайонах Рыбачий и Приморский. Необходимыми средствами индивидуальной защиты и лекарствами добровольцев обеспечивает волонтерский штаб. Он расположен в здании администрации и городской думы Вилючинска. Сюда из ковидного госпиталя поступают звонки дважды в день. Звонят люди и по другим вопросам. Параллельно идут звонки, также продолжается поступление звонков с колл-центром, с нашего общего. Но они буквально там один-два звонка у нас в день. Это по разным абсолютно ситуациям. Тоже кому-то не пришел врач, кто-то не получил медикаменты, кто-то просит доставить продукты. Здесь мы тоже не отказываем, работаем и помогаем людям, потому что все тоже находятся в разной жизненной ситуации. Кто-то живет один, у кого-то нет возможности выйти из дома. Телефон волонтерского штаба «Единая Россия» Вилючинский вы видите на экране. На сегодня оказана помощь более 280 жителям города-подводников. Лиса Млатыпова, Алексей Кузьмин, информационное агентство «Камчатка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова